Вещественные доказательства, отпечатки, изучение улик с мест преступления. Экспертная криминалистическая служба системы МВД России отметила 95-летие. В Ненецком округе подразделение появилось 35 лет назад и было представлено только одним экспертом. Сегодня свой юбилей отмечают сотрудники уже полноценной службы. Причем отмечают на рабочих местах в новом просторном офисе поселка Искателей. Новоселье стало для них своеобразным подарком круглым датам. Множество лабораторий и кабинетов, специализированная техника теперь с появлением нового офиса экспертно-криминалистический отдел смог развернуться. Все необходимые исследования сейчас можно проводить на месте, а не отправлять в областной центр. В этом кабинете у нас установлена система АДИС-ПАПИЛОН, которая работает со следами, которые мы изымаем на местах происшествий, и с вводом дактилотископических карт. Папа, это отпечатки? Это отпечатков пальцев, да, лист, который дактилоскопируем. Надежда поясняет, теперь это делают не вручную краской, а сканируют на компьютере ладонь человека. Вся процедура занимает всего несколько секунд. Работа эксперта заключается не только в том, что мы исследуем и изучаем, мы еще и работаем на местах происшествия. Чаще всего объекты, изъятые на местах происшествия, непосредственно доставляются сюда, и в данном кабинете происходит их обработка. В этой лаборатории эксперты работают с уликами. Во многом именно благодаря исследованиям, проводимым здесь, раскрываются самые сложные и запутанные преступления. Можно. А в этой лаборатории эксперты работают с оружием огнестрельным и холодным. Ну так и что вы можете сказать? Это холодное оружие? Да, данный нож у нас будет являться холодным оружием. Определить огнестрельное оружие в этой лаборатории можно, например, так. Это совершенно реальный пистолет, изъятый у одного из жителей округа. Сейчас мы проверим, является ли он огнестрельным оружием или нет. Но для начала надо одеть экипировку. Надеваем специальные очки, чтобы ничто не попало в глаза, и наушники, чтобы не оглохнуть. Теперь берем оружие, подходим к пулеулавливателю, направляем оружие точно в отверстие, и стреляем. Кстати, если оно хотя бы раз выстрелит, его можно будет признать огнестрельным. Экспертиза показала – пистолет огнестрельный. После короткой экскурсии торжественная часть. В актовом зале управления внутренних дел чествуют юбиляров. Хочется поздравить всех сотрудников экспертно-передактористической службы с праздником. Наших ветеранов поздравить с юбилеем. Пожелать им крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в всех начинаниях. Сотрудников подразделения и ветеранов службы поздравил начальник ОМВД России по Ненецкому округу Олег Ильиних. Особо отличившихся специалистов экспертно-криминалистического центра руководство окружной полиции поощрило почетными грамотами и ценными подарками. Михаил Малеев, Антон Бодряков и Леонид Шишелов. Телеканал «Север».